доброго времени суток всем любителям прекрасного продолжаю свой видеоблог начинаю знакомиться с моими растюшками но изначально хочу вас познакомить с теми новоприбывшими растениями которые пришли без меня в мое отсутствие встречала их дотя начнем и так у нас замечательный малыш рюши это такой бордовый цветочек с беленькой окантовочкой такой он весь кучерявый кучерявый красивенький очень цветочек должен быть это размерчик 1 и 7 так получено было 8 0 9 сегодня у нас 14 10 то есть больше месяца он у меня без меня скажем так вот вот такие замечательные скорей шулечки вот дотя моя поливала малышей вот таких вот в общем все прекрасно тургор замечательный у него чувствует себя это растение прекрасно так следующий экземплярчик вот такая красотулечка лапушка это у нас стюартианка стюартианка вот такая вот вот такие прекрасные у нее листочки рябенькие замечательные размерчик более ну не скажу вам сейчас это 1 из 7 ну вот по виду это как 1 из 7 но стаканчик 2 и 5 значит это 2 и 5 вот он стаканчик для сравнения до 1 и 7 его 2 и 5 по размеру самих растений как бы да это как 1 из 7 но считается по стаканчиком да вот он 1 и 7 маленько такой и вот он 2 и 5 побольше да это 25 тоже вот у нее есть тут всякие разные корешули и плохие и красивые и растущие вот такие вот зелененькие здесь вот я смотрю какая-то какой-то аппарат наверное либо от насекомых либо от улиток я его уже встречала по моему в пафах вот ну вот такой вот малышочек замечательный я сегодня с позаранку проснулась у нас рассвет вот такой вот не знаю сегодня вроде как обещали солнце но чё ты как-то смотрю небо затянуто потому что еще рано до солнца но как-то так не совсем солнечно выглядит погодка вот такая вот растюнечка с прекрасным тургором классными листочками красивыми далее далее тоже растюшечка в размере 2 и 5 анастасия получена вот 23 09 корней корни есть есть конечно и сухие такие которые мы будем обрезать такие вот ну а так в целом это такой полосатый цветочек белый с бортовой полоской красивое тоже растение в общем мне понравилось я заказал вот пришли они хорошенький кустик такой вот вам тоже размер 2 и 5 до для сравнения 2 и 5 и тот же 2 и 5 всякое разное бывает придираться не будем растение здоровое с тургором с растущим листиком все прекрасно так получила я вот таких вот замечательных гибридов и так понимаю что это что-то связано они конечно были здесь было пару цветочков какой-то потемнее какой-то посветлее розовый я конечно заказывала немножко другой это у нас сейчас я скажу это 18 значит этот потемнее я их поставила в такие кашпо потому что переворачиваются листья тяжелые горшочек легенький вот ну вот такая вот растенька такими вот корешочками растущие кончики у нас шейка здоровая чистенькая листики глянцевые прекрасные такие вот один даже не 1 2 цветоноса вот этот вроде как продолжает продолжит свое цветение вот так что возможно еще будет мелькать моих дальнейших обзорах вот этот цветонос я не знаю будет ли он дальше продолжать свое цветение или нет вот он цвел да видно здесь раз два три четыре пять пять цветочков было ну в целом бодрячки такие с хороший корневой с хорошим тургором листики вот еще один из той же коллекции как говорится но здесь конечно вот листья вот такие огромные просто огромнейшие смотрите моя ладошка да и не листья сантиметров наверное сейчас и даже попробую измерить метра по 40 тоже растущий листик у нас здесь один пластичный мы желтим два цветоносика вот этот вот только растет надеюсь он его не заморозит а этот второй здесь было пару или один цветочек этот посветлее я заказывала конечно немножко другой расцветки заказывала другой номер пятый мне прислали четвертый ну ладно посмотрим что с ним дальше будет оставлю его у себя может быть вернул ну тоже хорошие корни растущие куча корней бодрячковый такой в общем будем ждать цветения и будем ждать в принципе наверное никуда не отдам конечно любые азиаты это радость в доме это ароматные растения мне нравятся азиатки с их восковыми цветочками тоже растюшечка прика прекрасная в хорошем состоянии с хорошим тургером пока вот так вот и пришла вот такая вот красавица энциклия или ну да эпициклия сирена она ил не помню уже как даже вы видите и цветочки вот я тут вообще в шоке изначально была когда только первый раз рассматривала вчера я подумала что это вот это вот цветонос но рассмотрев поближе я не поняла юмора конечно этого растения и вот здесь вот сейчас я продемонстрирую вот у нас тут растет корешочек из пазухи можно сказать то вот она бульбочка и вот вот это вот чудо здесь растет с корешком вон она что это будет я не знаю растение на растеньке для меня это новое растение она пришла вместе с остальными ну тоже где-то не знаю либо же вместе с малышами 8 сентября либо я вот с этими уже моими которые пришли по моему 25 26 сентября до вот ну прекрасная кустик мне так нравится тут вот у нас есть живые корешочки посадка в мох как обычно такие бульбочки у нас это новая так понимаю такая налетая классная это две постарше здесь вот с новым ростом непонятно что произошло 6 поставлю а то они такие неустойчивые в этих горшочках что-то здесь произошло вот с этим ростом и так понимаю это был новый рост вот и видимо он загнил да это был новый рост ну будем ждать у них по идее должны быть это еще там почечки на этих бульбочках будем ждать новых ростов вот такое прекрасное просто ростенька обладенная красота потом подписать приход тоже чтобы не раньше этого не делала но потом уже и посмотрев девчонок как бы да что они подписывают прихода когда хотя бы ориентировочно понимать да насколько развивается растение вот сколько она у тебя в коллекции уже продержалась как долго вот какие изменения что происходит когда зацвело как бы это очень удобно и поэтому я стала я сейчас освобождаю просто место для других и я стала тоже записывать когда ко мне растение приходит но это я же говорю что из старых экземпляров я не подписывала когда там пересаживала все остальное так ну начнем начнем вот здесь вот вам будет неинтересно здесь просто обычные растения на этой полочке начнем с этой вот доходя ручки моей наверное показываю все как есть потому что есть у меня конечно как бы неудачи какие-то да есть какие-то больные растения непонятно что что с ней происходит в это вот мученица это я ее определила 17 но 4 уже вот в такую посадку в мог потому что я не знаю что с ним делать это вид не вот вот это вот у меня был какой-то я не знаю период подростков 1 и 7 либо тогда у меня не было опыта как их там правильно перевести да на свое содержание либо вот попалась такая партия но у меня вот их несколько таких вот мучеников которые уже наверное год мучают они меня мучают я с ними они мучаются со мной и вот она тоже вот то пускает корешочки да то начинает их закукливать то растут листочки то начинает их отсушивать сейчас вообще что-то непонятное происходит здесь вот в что-то засох центральный листик или что это бы может что-то упало конечно не знаю ну такая вот она сейчас без турга конечно потому что поливалась она крайне редко еще раз повторюсь меня не было чуть больше месяца дома вот тоже тут что-то листья у нас отваливается в общем не я не знаю выживет не выживет чувствую да все это конечно наверно трупик уже это уже трупик да я еще с вытащил не знаю выброшу ли дальше и помучаю в общем это уже такое вот непонятное состояние так здесь у меня тоже сейчас я наверное сниму вот эту вот мою скотценту которая у меня здесь висит чтобы она не мешалась вообще не на любую сие такой цыпленочек такой вот в эту осеннюю пару такую да вот сегодня походу солнца не будет я смотрю что будет пасно хотя обещали нам целую неделю солнечную и теплую ну ладно вот такой вот солнечный зайчик в эту осеннюю и как раз такие осенние краски перелива вот ее немножко камера вы смеет высветляет конечно немножко темнее она более у нее более насыщенный такой вот желтый цвет я же говорю здесь вот даже зеленцой где-то да не знаю вам как вот ну немножко темнее конечно на темнее камеру не на любую сие не на любую с тобой первое домашнее цветение ее она у меня была приобретена где-то чуть больше года весной 18 была цветущая она получила я ее уже в не цветущем состоянии то есть без цветочка там они были просто были засушенная вот и вот она меня решила порадовать в этом году обалденно представляете две грозди таких шикарных таких вот просто не ароматная она не уловила я аромата не днем не утром когда было солнышко вчера до не вечером как бы вот так вот не знаю будет ли она их отсушивать уже эти цветочки свои или еще постоит посмотрим так значит начнем что у меня здесь стоит сразу по порядку так это мой дендробиум менеджмент получен да что что такое господи вот надо менять телефон потому что здесь вообще камера начинает просто получен был шестого шестом месяца пересаживать сюда в эту систему 1 0 9 как раз перед отъездом я вы сюда определила такой вот замечательный кустик вот тоже поливался я прилил закрытую систему я на катераторе высота что роплюсь как бы чтобы видео не затягивать вот здесь вот у нас есть корешулечки вот он ростик растет замечательный вон там вон еще ростик растет натурка конечно слегка у него потери на него были мне кажется более налитые бульба может быть и нет уже не помню так этот я тоже получал от саша по-моему да от саша ну в общем прекрасно он себя чувствует вон там еще какая-то пупенька просыпается на бульбочке на этой и корешулечки вон там вон лезут камера вообще не хочет ну никак засранка вон там корешулечки зелененькие молоденькие лезут так это я буду потом все поливать наблюдать в общем такое так здесь у меня боже бедная бедная так это моя это мой саркохиллус вот такой вот карла физидаф на свит хат кенедра рот пинг и вот это вот такая я не знаю что такое рот но рот я так понимаю что это разводу вас грабушки вот а пинг это розовый как бы да то есть это что-то будет розовое с какими-то краплениями может быть белая с розовым может быть с бордовым сейчас вот стараюсь его достать конечно подсушен он подсушен это влаголюбивое растение подсушен и смотрю что и наверное света не хватало сильно потому что ростик вытянулся в одну сторону света но у нее здесь очень много деток надавала на вот такие вот малыши у нее были детки она пришла ко мне так пришла ко мне двадцать второго ноль восьмого от саши она саркохиллус он вот там он горюшечки горюшечки корешочки лезут у нее были молоденькие ростики но я так смотрю что она еще понапускала потому что это вот один вот тут 2 3 и с этой стороны там вот много значит напускала 4 5 6 7 эти не требуют пить вот листики вот эти вот не раскрываются а там уже лезет 2 листик внутри нужно ее поливать сейчас я так постараюсь достать она посажена в мох вот здесь вода а внизу кора вот ну корни нормальные просто нужно ее полить хорошенечко по поить чем я и буду заниматься в ближайшее время так здесь у меня старушечка моя очень благолюбивое растение это гавайи яркая прекрасная мультифлорка цела она у меня весной вот видите тут у нас как бы и ожоги были и она желтит эти два листа кушает потому что она очень любит попить посажена тоже закрытую систему кошочки без дырочек сидит корней у тут полный горшок вот но она очень любит попить то есть даже в закрытой системе я когда дома я есть какие-то растущие корешочки я поливаю ее ну раз в две недели это точно вот а сейчас она была чуть больше месяц как бы без полива поэтому слегка это мой заяц такой вот знаете зайчи ушки называю потому что вот так растет как тогда вот уши эти торчат два два уха есть там корюшки корешочки это что и корюшки корюшки корешочки есть растущие зелененькие с кончиками зелененькими срочно нужно поливать потому что вот тургор вот на нижних листьях уже она теряет вот представьте себе насколько у меня сухо что даже в закрытой системе растения без полива месяц некоторые не выдерживают вот поэтому я напомню еще раз когда у меня рабочий график такой ну чтобы было понятно уже всем почему вот так почему без полива все остальное почему закрытая система у меня сейчас сместился немножко график и сейчас я месяц а то и пять недель в крыму нахожусь работаю да и всего лишь на две недели приезжаю домой раньше у меня было две недели там две недели здесь или три недели там три недели здесь вот такой был график сейчас немножко сместился надеюсь это ненадолго и поэтому вот так вот так вот приходится как бы до жертвовать скажем растенечками но у него здесь вот такие прекрасные детки одна уже можно отсаживать вот пыталась она это деточка процвести что что такое с этой камерой вот смотрите что она творит вообще не знаю это просто блин я не знаю по весне когда цвела мамка вот эта девочка тоже пыталась процвести вот ее старый цветоносик но она его засушила сейчас смотрите что я наблюдаю вот он один и вот он второй цветонос на маляпучке на этой сумасшедшая дамочка так здесь надо кончики по обрезать цветоноса вот она еще одна деточка замечательная тоже кончики корешочка все растущие вон какой толстенький даже лезет в этой малышке тоже надо будет отсаживать чтобы мамки тяжело мамки тяжело конечно так и что у нас здесь а здесь у нас вот не знаю цветонос вот такая вот молодая мода цветонос надеюсь да видите получается не знаю не записал наверно не оставила бумажечку эту а нет выставляла записывала ли я не записывала только гавайи и все ну цвела она у меня по весне довольно долго она цветет чтобы не потерять дырочки меня такая проблема с потерей белочек либо при пересадке либо при поливе ну вот такая у меня мадам снова будет свести второй раз так здесь у меня такой бардак снимаю все как есть буду сейчас здесь наводить порядочке вытирать все полочки окна окна и мыло перед отъездом сейчас пока они чистые так это у меня пульчерима пинг да это на пульчерима пинг тоже в закрытой системе посмотрите какие корни у нас она не поливалась больше месяца тургор конечно тоже слегка потерян но это он потерян тургор это был еще с прошлого моего приезда тоже меня не было в первый раз меня не было в месяц или чуть больше или даже полтора и мои растения я их совершенно не подготовила на к этому да я не думала что я на такое долгое время продолжительно уеду вот и растения мои конечно в прошлом и приезд были вообще в ужасном состоянии не были их отпаивала очень долго и нудно вот ну сейчас вроде бы все хорошо у нас тут все у нас отлично за исключением конечно немножко потерян тургор конечно они хотят пить это она будет тоже кушать желтеть листик этот мы потом удалим я вам потом наверное покажу как я буду есть просто корни от нее у нее от шеи корни прут и прут постоянно и вот видите листик засушенный да и он очень плотный и не дает корешкам пробиться и они начинают вот они никакие начинают свой рост в козь и в кривь называется начинают вверх расти потому что не могут пробить вот эту вот шелуху поэтому нужно и обязательно снимать вообще я снимаю листики когда они вот еще в более таком желтым желтый да он но он мягенький еще его нужно снять потому что на его уже скушала и я его снимаю чтобы дальше дать корешу личкам растущим там как бы до расти вниз к субстрату к влаге а вот здесь вот видите не было меня не сняла чешуйку и они вот начинают торчать все в разные стороны вверх растет корешок блин не люблю и когда они вверх растут потому что долго очень направляются они потом вниз а вот этот вот видите который пробился сквозь вот этот листик он растет строго вниз а эти всякого вкусив моим ладно буду я это все снимать даже вот здесь вот корешочек тоже под чешуйкой был и он тоже носик показал а куда показал да куда ли куда лезь куда расти вот на этот вот растет вниз хорошо да можем бедненький мы поливать нужно поливать я конечно понимаю что многие сейчас могут забросать меня тапками так и вот здесь вот у меня сказка сказка сказочка цветунья тоже любительница попить плоховастенькой без влаги тоже я ее поливаю вот я поливаю раз в неделю у нас тут этот грибок появился надо попробовать пролить ее наверное с чем пролить с перекисью попробовать с перекисью пролить этот грибок кто-то из блогеров по моему ирина из греции она не с греции это не можем вот она называла это яйцами каких-то насекомых это не яйца насекомых это грибок вот она такая крупица как манка это грибок нужно как-то от него избавляться потому что когда появляется в горшках вот именно вот этот грибок мне не нравится как растение себя чувствуют либо нужно пересаживать ее в общем с таком вот она горшочки сидит 06 по моему вот такие у нас корни толстенные замечательную цветунья тоже еще то но вот видите вот сейчас сухой все она засушила цветоносы и и листики у нее как-то мельчать начали что-то мне не нравится в пыли все пыльные надо будет протирать листики и кажется мне чё-то по моему клещ у нас клещ появился опять боже мой как мне задара задрал этот красный клещ что-то с ней да ладно посмотрим здесь вот у нас растут корни нужно обрабатывать будет от клеща потому что потому и от этого грибка манки этой общего присаживать я не хочу конечно сейчас по осени посмотрим как то будем с этим бороться в общем здесь у меня орфидеи уже больше нету там только вот такие всякие ну здесь вот у нас ваш мой как же тебя звать так доходяшка моя лудизия вроде бы и растет и вроде бы чего-то вот не куститься она как надо я ее уже обрезала в сепчик рыжего ну конечно он любит влагу я вам потом покажу я некоторые ростики посадила просто в мох и они там замечательно себя чувствуют прекрасно так следующая полочка я наверное буду частично даже это окно снимать потому что растений очень-очень много что я носила беда моя беда девочки беда беда вот это вот беда не знаю что это это мой пиколорит перевалка 1 0 9 был отличный отличная растюха зелененькая с чистыми листочками вот что сейчас произошло я не знаю корни корни у нас отличные зелененькие кончики растущие вот он пришел ко мне так наверное вы в июне он простоял своем стаканчике во мху вот буквально до сентября все отлично было все хорошо вот я его перевалила в стаканчик просто распушив мох на дне вот так вот керамзита для влажности да какие-то куски коры для того чтобы приучить его коре да из мха и вот что я вижу я не знаю то ли кто-то его ест меня такое впервые вот такие пятна у меня впервые я не знаю что это либо это болячка какая-то либо это кто-то его ест но факт том что рядом стоят другие растения и на них нету этой пигментации что это может быть либо это какие-то животные которые выбирают выборочно как-то цветы я не знаю но сказать что он ослабленный обычно насколько вот я знаю ослабленные растения либо пересушены либо перелиты нападает какая-то бяка у этого же все хорошо с корнями что вот видите какие-то вдаль вдавленные пятна и вот этот вот налет капельки рассытый или чего это сладкий липкий что с ним либо травить либо лечить первый раз такой вот и вот такая тигментация у меня встречается первый раз всяко разно было теперь не знаю чё с ним делать ладно протравлю его и пролив каким-то фунгицидным средством даже молоденький листик и тут какой-то вообще трендец круче печалька моя печалька еще одна моя печалька это мой паф сука куляй все муха растений и нет растения все что от него осталось он конечно пришел ко мне в плачевном состоянии без корней я вам ху очень долго наращивают на реанимации он у меня без корней с 0 9 0 3 с марта месяца не было бы печали да ну и все нет у меня его ладно значит купим новый я уже знаете поначалу у меня я очень трагически все переживала все мои потери все остальное ну в связи с тем что я уезжаю а начинается все всегда когда я уезжаю в тот период до какие-то болезни какие-то клещи нападениями все остальное вот если бы я находилась дома конечно я бы обратила обращал бы на это внимание и все бы происходило бы на моих глазах как бы то есть я умела сумела бы вовремя скажем помочь растению тому или иному а так уезжаешь приезжаешь уже либо кирдек настал ему либо плохо себя чувствуешь либо реанимация очередная ну вот тоже вот из оперы той же когда вот из этих вот размера 1 из 7 тонко да тоже которому год тоже вот она непонятно мучается у меня это растение ни живо не мертва то живет то не живет что-то тут какие-то пупеньки зарождаются у него учетами в общем так вот у меня здесь торчит как бы чтобы на виду на глазах морковки вот наверное больше я не буду покупать морковки потому что ну никак у меня не ладится с ними ну никак вот вроде бы и ростики пускают да и все с ними хорошо начинается сначала бы да потом вот этот вот ростик у него были уже пошли хорошие замечательные корешулечки полезли я их накрыла мухом чтобы слегка как бы тут хотя бы хоть слегка придерживать как бы до на сухости его спасать вот он второй ростик тоже непонятно чё с ним сейчас происходит то ли он отгнивает то ли он отсыхает ну и все кошка моя тут еще их хавает любительница ну и не растут они у меня вот вроде бы и тоже посадила закрытую систему а вот они корешочки нет ни корешочки это мох вот его старая корневая система я ее не стала обрезать вот думаю может какой-то ход питания но будет в общем на дне всегда вода влага здесь более-менее сухо как бы ну иногда я опрыскиваю сверху вот ну вот такая вот было накупила этих морковок наверно штук шесть у меня было их осталось вот этот вот хизис 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 блин боже мой это у меня тут от клещей от напасти да лимминг да хизис лимминг пока еще живой и вот это вот еще тоже обглоданная морковка вот кошка моя зараза просто вот она грызет видите что делает обгладывать я уже не знаю куда их прятать это я уже даже не знаю кто это у меня либо кота с этом green либо кто-то еще но вот он ростик вот они замечательные такие вот корнюшки у него да растущие толстенькие ну а чтобы он толстел вот поправлялся как у девчонок вот смотрю как бы такие бульбы надувают такие прям вау нет вот его старые бульбы вот это вот еще чудо какое-то тоже у меня осталось отвалилось не знаю от кого тоже я бы сюда положила вот пустил он ростик и вот что с ним сталось уже вот такой зелененький был видите высокенький вот этот был ростик его вот ну и что-то с ним случилось не знаю что но смотрю что выпустила тут еще одну почечку разбудила тоже не помню кто это что это вот без корней она конечно это бульба и вот что с ними я не знаю короче вот не живут они у меня эти морковки и больше я их был у меня и авто дарк с вокато с этом и был у меня black divine то ли black divine то ли не помню уже как название вот это вот divine с вишневыми такими винными темными цветочками красивыми вырос у меня он в прошлом году уже огроменный был толстенный я не знаю сантиметров на 60 наверное листова ботва у него была огромнейшая приехала он благополучно я не знаю что с ним сталось то ли на солнце перегрелся и в перья аж парила короче не знаю что с ним произошло в общем пропал он у меня так это мой любимчик вариегатный сога янлин кофе вот хочу его пересадить уже тоже такое слегка ну не особо так он потерял тургор конечно в закрытой системе он у меня сидит тут везде уже это что что такое с моей камерой надо короче менять телефон везде водоросли ничего толком то и не видно но корни у него есть корни у него есть но я хочу его пересадить вообще-то хотела пересадить его еще с одним вариегатиком вивьеном это вот сога кофе да вариегатный а есть еще сога вивьен есть обычная версия с обычной листвой а есть у меня такой вариегатик и по весне в общем трахнуло его девочки солнышко сейчас я вам его покажу так отставим и прям на шейку ну и в общем я его успела спасти вот он мой красавчик вот он мой красавчик но я хотела их посадить вместе это был огромнейший куст больше даже наверное чем этот сога вот ну смотрите смотрите что у нас здесь происходит какие корешули кстати я уезжала вот этот вот один корешочек он только появился вот такой вот был вот сейчас вот он такой вот уже и вот этого не было видно колешка что я значит с ним сделала ну конечно вот видите вот до сих пор осталось видны следы как бы да от солнца плюс еще опять же тот же клещ помог нам в общем сняла я добрую половину ботвы листочков наверное штучки 4 я сняла зачистила шейку пришлось мне обрезать всю корневую потому что в том месте она начала истончаться эта шея где именно солнце привлекло ее ну и возбежание всякой заразе как бы я ее чеканула обрезала там всего лишь парочку наверное растущих у основания шейки было корешочков в общем обернула я шейку так чтобы ее нижняя часть подсохшая которая да я обработала ее по-моему максимом а может не обрабатывала может просто фундазол на всякий случай обработала или просто перекисью прижгла чтобы она не касалась чтобы мох не касался вот того обрубочка то есть он вот там я вам сейчас наверное сейчас достану покажу потому что все равно мне нужно будет ее тревожить пересаживать хотя может и не нужно не знаю попробую сейчас вам ее вытащить отсюда а фигушки она там уже наверное приросла вот этими корнями сейчас попробую 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 показать вам эту вот систему так достала смотрите наши корешули вот она попка видите торчит она ну в свободном полете как говорится да не касается ничего ни мха ничего укутала я ее лесным мхом это не сфагном не спагму не спагма как бы да это лесной мох в крыму насобирала а вчера еще мы ходили приехала только и ходили мы в лес тоже по грибы и насобирала здесь еще нашего местного мха тоже вот такого вот качества ну зелененького конечно вот видите какая прелесть вот вам еще один способ реанимации ну мне кажется не обязательно как бы лесной мох можно и сфагнумом обернуть но обернуть вот видите я же по самые листья шейку эту обернула сейчас я попробую его размотать и показать вам что там внутри и самой посмотреть мне интересно любопытно вот смотрите вот здесь вот вот видите как насколько я ее ну вот этот вот мох это не спагмаз да он более рыхлый более воздушно лесной он быстро быстрее просыхает чем спагмаз чем спагмаз вот сейчас хочу и посмотреть самой мне интересно что у нас тут происходит я сейчас я отключусь девчонки и потому что потому вот вот и он довольно таки не плотно прилегает вот видите какой он воздушный опа вот он такой вот рыхлый и воздушный вот такая вот у меня бинь бинтик такой скажем да оторвала вырезала вот и обмотала а вот это тоже по моему здесь уже корешули в него брасли а здесь корешули в него брасли или он сам так при присосался или корешочки его там ну ладно сейчас попробую попытаюсь его тут размотать но у меня ничего не получается ну в общем шейка здесь сухенькая вот не буду я его наверно тревожить сейчас гляну с этой стороны так а вот все получилось его просто как бинтом знаете вот такими пласт пластик пластырями господи обмотала и вон наверное здесь немножко спрессовался и поэтому так тяжело его размотать ну вот смотрите так какой-то пятнышка мне не нравится пятнышко пятнышко коричневая вот это вот вот эти вот пятна на и по листу по листьям у него и пошли я не знаю то ли что им показывать то ли от клеща то ли какая-то это болячка была вот такие вот они вот сохнут дать и темненькие на принципе они сухие я его немножко и может этот лист даже тоже сниму он все равно желтый вот ну а так все хорошо смотрите вот его шея вот кстати корень сквозь максим растет вот точнее не сквозь максим я просто обрабатывала так чтобы не притрагиваться к этому корешочку и вот он растет прекрасно вот он ведь новые эти полезли раскуклился он все хорошо у него но что я сделаю ну сегодня я сегодня сниму наверное хотя вот я не любительница либо я сниму либо здесь вот подцеплю краешек этого листика и посмотрю что там мне кажется там ничего нет это просто этот листик вот ну это потом потому что не хочу затягивать видео и так уже боже мой сколько времени прошло так здесь мои пафы этот вот паф пришел ко мне как Майкл Копович ну вообще-то я уже поняла что это не Майкл никакой не Коповиц почему потому что у него варигатные листы а этот вот такой вот простенький да с простой листвой пришел ко мне манипусикой манипусикой вот такие вот листики у него были сейчас они уже выросли было здесь раз два это вот третий листик у меня значит выросли вот этот вот этот и вот он еще тоже обглотанный кошкой заразы такой вот этот так девчонки на закончу я вот этой полочкой и в следующем видео продолжу снова вот вот этот вот бедолага тоже без корней и по-моему тоже здесь у нас клещ ну да это у нас клещ это у нас здесь орудует клещ так это у нас вот такой долголди каскад это рашидианум намерена арменикан армениакум господи желтые цветочки должны быть у него получен он 3 0 а пересадка получен 14 04 пересажен без корней 3 0 9 вот обычно я не трогаю растения свои как бы да вот получила и пусть стоят ну это сейчас как бы раньше тоже пересаживала все и бодрячком он был бодрячком а потом что-то я глянула там корней у него вообще нету в общем посадила его вот такой вот крошка субстрат как от чипсы он таким брикетом продается прессованным и размачиваю и вот здесь вот такие вот и такие чипсы и мелкие ну и такая крошка буду я его обрабатывать от клеща это здесь клещ орудуют девочки вот ну уезжала я конечно он был в лучшем состоянии ну потому что опрыскивается здесь по субстрату сверху ну и а сейчас естественно как бы тургер утерян и клещ потом еще к нам ко всему прибавился надо обрабатывать где мой санмайт вот еще один малышок тоже малышом малышом ко мне пришел это у нас психе пафиопедилум получен не знаю когда пересадка 15.01 была у него вот почему то у него листик ну это я парочку с одной стороны парочку листов я сняла видимо тоже может быть клещ вот ну вообще довольно таки бодрючком он себя чувствует такой хороший тургер у него такие классные мраморные листья вот и хорошенький такой вот хорошенький малышочек корней я правда здесь не вижу в этом субстрате но не вижу ну а так бодрячком так вот это у меня даже уже не помню кто это то ли кординьера на эту бирку потом вам покажу расскажу пришла она ко мне в таком состоянии недавно ну как недавно наверное августе месяца вам хона была листья вот желтит почему потому что видимо нет ну вот как бы корни какие то есть но они не рабочие не рабочие тоже посадила в закрытую систему здесь керамзит и вот эта вот крошка какая-то как от чипсов потому что вроде как она любительница влаги а пересадила ее почему потому что на одной из бульбочек был виден ростик вот и во мхе во мху он загнил ну вообще короче не знаю выжить она будет ли она жить не будет ли жить это вот сухо и очень сухо ну посмотрите может это боится конечно ну такие уже они деревянные эти бульбы вот и я приняла в общем решение пересадить ее в такой субстрат он тоже логоемкий как бы да но не такой как мох вот ну не знаю я посмотрим в общем то так это мое чудо pink girl досталась она мне в подарок было тоже такой чахок нымующий в общем я ее выходила она мне даже процвела на старом цветоносе и дальше у нас снова вот видите клещ напал клещ были обработки была потеря корней была пересадки я не знаю уже штуки 3 наверное пересадки потому что вот как-то она себя повела повела ну вроде бы как бы живет и вроде вон там какие-то корешулечки лезут это уже последняя пересадка в мох вот 21.06 я ее посадила в мох вот он такой сейчас сухой сухой здесь на дне зеленеет по моему лесной мох да лесной а сверху немножко спагмоса вот ну поливать конечно их нужно все поливать малая вот эти вот малышей этих хоть она и поливала слегка их там да наверное раз две недели ну маловастенько конечно так это у меня тоже по-моему кто-то из белин так получен шестой месяц пересадка первого наверное девятого потому что я их первого девятого всех пересаживала тоже в мох посадила ее она пришла во мху как бы да я так его немножко распушила разрыхлила и посадила закрытый стаканчик ну ничего растет тургор слегка потерян конечно ну вот ну там я смотрю что лезут корешулечки так ну все девочки и мальчики на этом я пока закончу потому что видео и так затянулось уже я хоть и стараюсь там быстро 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 вот сейчас я вот эту вот полочку помою домою расставлю поставлю и попроливаю эти мои засушенные бедолажки а в следующем видео будем смотреть продолжение что успею тоже буду конечно постараться вкладываться хотя бы в получасовое видео потому что 55 минут конечно это очень долго все любимые мои пока пока до новых встреч